и хей-хей бездельники вы на канале бездельник и с вами бездельник и мы продолжаем играть игру элден ринг продолжаем с того же место я лишь за кадром поставил себе вот как ты сумку сумку он так называется да в сумку я поставил кольцо призыв потока козлика которую в нам дальнюю которого мы еще с вами пока не использовали не смотрели на нем не скакали вот а так в принципе я чуть по предметам посмотрел там принципе как бы никуда ничего не вставишь особо никак это не поиспользуешь а по а это дверь открылась да она же закрыта была да она закрыта была вау интересно это после чего давайте пообщаемся а это тот кто нас встречал он на входе до в круглый круглому столу и это продолжение диалога мы хотим узнать почему мы здесь на правах гостя о положение гостя для тебя оскорбительно значит тебе стоит вспомнить первые слова дорог на тебя благодатью предстань перед кольцом элден и обрети над ним власть и если это для тебя не пустой звук тогда следуй заведениями убей хозяев осколков и завладей великой руны когда придет время двери внутренних покоев утворятся и два пальца поделиться с тобой своей мудростью когда ты примешь мудрость двух пальцев как свою я встречу тебя достойно и торжественно приму в наши ряды я очень на тебя рассчитываю они страшно мне надоели грустливые погаши приходящий сюда лишь затем чтобы переждать и погоду мы говорили достаточно долго у меня есть другие тела и чё вы туда запрыгнули чего-то и как только запрыгали стран ладно но опять диалог ни о чем до своей цель мы знаем и будем ей следовать до в предыдущей серии мы попали в круглый стол милина нас сюда перенесла дала нам кольцо с помощью которой мы сможем вызывать потока мы прокачали с вами наконец-то прокачали до того уровня чтобы взять цепь в руки и вкачали немного вера также улучшили оружие у кузнеца и ну кажется на это все пока все и вот тут какой-то туман и пил туман называется давайте заходить смотреть что же здесь такое они от нас просто не пускают сюда а здесь можно вставить мечевидный ключ а давайте мы его сюда и вставим да там был данжем в самом начале но кажется тут будет по полезнее нет тут еще один ключ надо ну ладно видимо здесь достаточно много их нужно будет использовать арбалет черного ключа крепуса черный болт то есть мы по сути открыли для себя оружие за 4000 ну по-моему такая цена 4000 рун так но мне кажется неплохо за такую пушечку так а мы его в какую руку должны брать вот это я не помню давайте смотреть что для нее нужно силы 4 а что пишется черный арбалет с длинной ложи отличается очень высокой длиннобойностью оружие крепуса что служил двум пальцем управляет тайной деятельностью духовников из крепости круглого стола пинок оттолкните противников сильным пинком от навык эффективен против врагов блокирующих атаки и даже можешь выбить их из равновесия простой но крайне полезный прием окне давайте снимем нам не нужны болт тоже среднее снаряжение у нас уже ли у нас и было средний поставок мы одели броню а хорошо отсюда кажется нам нужно будет просто переместиться куда-то да потому что здесь больше ничего сделать не можем заодно мы сейчас так узнаем как же работает перемещение так храм драконьего причастия какая-то . через можно здесь плавать так мы получаем сами вот так лесную пещеру прошли вот близ ворот последние где мы были близ ворот да вот час мы перемещаемся и надо проверить все таки в конце концов если у нас есть трудные мы перемещаемся между местами благодать и теряются ли у нас руны или это только использую в то в то какое-то вот пламя мы возвращаемся к после все такое что случилось а что за бах такой все случилось зачем ты делаешь о успокоился давайте вот сейчас просто просто проверим просто проверим например вот пещеру ну из круглого стола точно бесплатно нам дают ведь и потому что но иначе как 74 да так и остается точно реально спокойно могли из селе да вот это кристального туннеля переместиться сюда ну ладно ничего страшно век живи я кучить ночью новая игра вот так вот вот так вот она все но круто наоборот же это круто согласитесь изучаешь потихоньку щупаешь там ловишь какие-то свои глупые ошибки так хорошо и как мы теперь можем использовать так это моего вау вот так вот да а пока что-то я профукал может быть здесь есть какая-то определенная клавиша сколько перекат рывок да нет наверно так и есть а как на нем скакать он ускоряется так туда это получается ускорение пошло это прыжок это сильный удар слева до эту сильный удар справа это справа слева он слева он не бьет слева он не бьет слабо хорошо давайте смотреть луки вы можете стрелять у врагов из лука вы можете использовать сразу два вида стрел возьмите лук в обе руки и зажмите лб чтобы начать целиться точное прицеливание лб стрел удобно ну реально удобно серьезно теперь вот так все просто это реально какой-то изич опа опа понял задели нас все таки опа аккуратно он получается делает просто рывок вот да он ускоряется ага атакует он также если нет то есть прыжки они атакуют имею ввиду не атакует так же как мы на ногах стоим имеется ввиду сильный а давайте попробуем босса может быть завалить этого так а он скорее автор сказал автоматически будет слазить нет а как нам блин я забыл на самом деле как слезть правда забыл так серьезно только так блин мне кажется есть какой-то еще способ но я что-то провтыкал его надо будет постой ты жене и так снова здесь хочешь купить тогда ему сначала те может быть а нет мы все продали все что хотели говорить дешевых местах есть и другие торговцы из моего народа мы уже встречали если сюда сведет тебя с кем-либо из них то купи у них что-нибудь ладно мой народ народ с китайцев он долго быть лишен золотой благодати почему мы не можем нигде осесть и обречены на вечные стороны и почему поэт благодаря этому наша жизнь не слишком изменилась когда кольцо елду было расколотно наверное нас с вами можно назвать родственными душами народ погаших и мой народ блин я чуть не обращал внимание то у него какой-то музыкальный инструмент одна палка виде руки он получается играет на 2 2 часть интересно наверное нет нужды об этом говорить но береги моих сородичей на скитальцев есть такая поговорка не жалуйся на одиночество не жди несочувствие непонимание если кто-то тебя обидит мсти беспощадно это так сказать наш закон вот такие мы люди очень злопамятная но понятно то есть если нападем на 1 то получим потом это всех как мы еще вот тут можем заметки эти купили они только можем они куплены у нас то что шел как значит у него мы все что нужно купили давайте тогда отдохнем вместо благодати и сразимся с ним блин я даже не знаю на самом деле когда мир лучше протать время давайте утром утром с ним повоюем но в дождь вообще не кайф наверное главное чтоб сейчас фризов вот этих непонятных не был примет все-таки должны быть какие-то настройки я уверен должны быть какие-то настройки а я понял я понял где можно найти ты инвентарь по путях а картиями линиях о смерти очок лининг так где о ази верхом ага я понял а это только так ну давайте начинать что ли теперь мы на равном труб а хотя бы как сказали так не успеваю не рассчитываю замечательно дмд 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 что-то как-то не получилось да блин кажется без без коня был лучше о чудо погашен душа можно тебе на пару слов почему какой-то бак он начинает это защищаться да он почему-то блокирует вау этому так раскручиваем тут он тут тоже можно удерживать и раскрутить интересные таки приятно познакомиться погашая душа не ведьма рэнна я слышала рассказы о неком погашен чащимся верхом на призрачном все судя по всему речь шла тебе и обладаешь даром призыва призрачного скакуна по имени поток так ведь я могу призывать призрачного скакуна о я так и думала я должна передать тебе одну вещицу от бывшего хозяина потока колокольчик призыва духов а у тебя четыре руки да и прах волков одиночек этот колокольчик призывающий духов ним выставят с праха чтобы не был возвращен древо эл при жизни они были воинами и ты ненадолго сможешь управлять ими теперь колокольчик полностью в твоем распоряжении как им пользоваться давайте посмотрим или то эти чудо будем пройти за беспокойство погашенная душа сомневаюсь что мы встретимся вновь вот мой совет хорошенько изучи между земли интересно когда же погаши восстануть против двух пальцев так снаряжение колокольчик не здесь в левый тоже не здесь и не здесь предметов а где же колокольчик вот призыв тратит очки концентрации духов можно призывать только рядом с монументом возрождение когда призыв станет возможным в левой части экрана появится значок монумента одновременно можно призывать духов только одного вида в сетевой игре ту призывать нельзя его нужно как-то брать нет он просто у нас есть и все хорошо а рядом с каким местом не понял вот мы сейчас можем призывать правильно да мы видим слева хорошо давайте возьмем тогда рах гниющего бродячего пса он один до духов трех волков один давайте попробуем с одним псом и кто это эти звуки издает уже не было до вы правда уже не было очень странно ночь какие-то гачи мучи звуки появляются нету жизнь ников и отвлекайте сумку надо вот сумку их назначить выбрать можем мы сюда вот можем отлично а вниз давайте поставим волков правильно все забрали сейчас выходим призываем вот как ага и понятно пёс вот вот это кайф можно раскручивать она я понятно как ты задел кстати не по нам он только по потоку задел папа так раскручиваем о ее ее ей все или нет или да нет так но попробуем на 2 на своих я просто принимаю крышечением что там идет у нас есть обратно чего похер на те три сторон я просто не понимаю почему бак какой-то происходит тем что мы сразу встаем стойку хорошо нужно теперь попробовать волков я хочу разобраться но с цепом на коне уже круто то есть какая-то херня вот начинается вот зачем он так делает нельзя как спокойно стоять нет вот все равно встает стойку вообще не понимаю общем как хорошо давайте волков теперь полностью тратить почти от призываем потока блять что случилось как же это криво сейчас было не он их просто раскидывает не они не вообще бред вообще бред давайте тогда я поставлю на паузу а буду призывать огнющего пса 1 и когда уже будет более-менее подходить концу я просто стартануешься как-то кажется тактика выработана он просто атакует а потом мы вот эти ты пиздец вот и вся тактика но я наверное больше на паузу ставить не буду давайте вместе с вами побеждать его в принципе не такой тяжелый просто достаточно будет это долго не знаю то ли это из того что мы не прокачаны то ли из того что может быть оружие не для него но кажется кровотечения не у него не у его коня не начинается и мне все-таки больше понравился пёс потому что он по здоровью гораздо поплотнее вот волки ну как-то слишком быстро отлетают вот то есть тут сразу под срасти никому вставляем плюс собаки на в том да что он просто да тут некоторые фрезы происходят когда он это делает плюс собаки на в том что он просто отвлекает мы в этот момент можем атаковать ага бывает вот так сюда бывает вот так он почему-то иногда банк что-то нет а это хорошо я все то место не особо нравится где бой происходит она вроде какое-то круглое но там иногда просто не он по мне не попадает не я по нему не попадаю просто потому что мы кружимся друг вокруг друга да и ничего не выходит тут тоже площадка как бы не не ахти все давай как-то может поближе к су он опять маншотным чудо бред бля почему меня такой один раз только было за кадром а тут сейчас началось что за херня воспользуйтесь белым кольцом с тайнописью чтобы автоматически призывать на помощь охотник да нет не нужно никого охотник слава богу что тут мне как воды есть нет здоровья не теряем максимальный запас при смерти ну ковырять его приходится просто ковырять он не супер жирный просто у нас супер оружием и как не под это дело ой 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 но все тоже опять умерли да я там где-то застрял вообще так ладно хорошо давайте все таки на паузу поставлю что-то кажется когда включился опять у меня все по пизде пошло до этого было лучше ладно давайте встретимся под конец битвы вот сейчас неплохая неплохая попытка пошла и его кровотечением еще заразил либо гниль у него либо кровотечение аккуратно это всего лишь урон для потока так рано слишком рано дело да он получается все от гниль умирает и большой ты сделал счетом друг зачем ты не начинаем нормально же учались но все он получается умирает от кровотечение и от ухтыш ухтыш мы же говорили что умираешь умираешь не мешаешь нам все кровотечение красная гниль его просто жирает и все немножко вывесился конечно вот все последний класс хит и все ггвб враг повержен да немножко пришлось размяться золотая алибарда пришлось немного размяться до вначале ну ничего все-таки не зря мы вкачали цепь и у нас есть с того что мы переместились через всю карту призыв огнющего пса давайте прочитаем золотая алибарда увесистая алибарда выкованные золото один из элементов тяжелого снаряжения ордана стражей древа наносит врагам святой урон искусно созданное оружие обладающие заслуженной славой и неподъемные для простых людей навык золотой обед техник испокон веков передавалась среди рыцарей столицы возденьте оружие к небесам и вославьте величие древа эрт чтобы повысить защиту и силу атаки для себя и ближайших союзников перед сил 12 сфера так нам дали 3 200 рун так эти вообще тут имеет смысл что-то забирать да нет не имеет наверно ну да так что релесть а хорошо давайте сразу и сядем и в качаем уровень нужно веру повышать а нет моя жизненную силу до в качали а вот сейчас повысим веру чтобы у нас был доступен кружись в пламя а что нужно это кружись в пламя молитва создает спиралевидный поток огня поджигающий область перед заклинателем я думаю кстати с цепом интересно будет работать но обе его сделать это это что нам нужно чары да эта молитва ладно веру в качали пускай будет правильно правильно так куда теперь мы можем еще с потоком то сгонять где мы еще не были там везде мне кажется будут еще более сложные бои тот же самый дракон поэтому давайте наверное поэтому давайте наверное пойдем дальше и разворота а где великан вон туда и будем сейчас смотреть и думать как побеждать этого великана с тем кстати мы по итогу и не справились ну и нам как бы не надо было поделать так давайте тут ага так ну все чем могу еще сказать я тут опять таки пса взял грозовые врата осторожно великан дикт не то блять они свалят стрелять ей не заметил то есть все великан великан к нам а ты пройдешь через ворота как мы там не воевали и может ли он интересно стрелять так ну получается кажется нужно будет так давайте наверное спешимся ага ага понял он отлично ночью и гасит аган главное чтобы нас не погасили эти я не понял а не понял а как бы просто призвался ага этот еще и трубой и твою мать но проще реально прибежать смысл крысами воевать его больные отморозки но такой великан не будешь атыковать окей нету можно конечно попробовать добиваем да круто прям цепь так хорошенечко станет шибко и моя и его одновременно так хорошо по великану вообще удар хотя бы хотя бы один прошел нет тут стоял сможет пригодиться там еще не все погибли пехоты вот не все погибло до перчатки пехотинцы вы прав пехота блять их убить просто и все вот этих а там можно было бы правда повоевать с великаном не успел успел в пятку блять в пятку ахиллесового пита блять последний стрелой поставить этим болтом арбалета гибели руны ну это понятно но на теряется можно собрать так хорошо но когда нет смысла это правда нет смысла надо просто пробегать тихо 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 руны бедняка отлично можно что ну нет смысла с вами воевать нет смысла там потом великан все другие так что мужики извиняйте понимаю очень хочется подраться но давайте без этого грозовой холл подобрать золотое семечко вал до славится семена с помощью семечка мы сможем увеличить количество ошибка не от себя вообще заебок заебок не нравится и как он получается наш бездельник воюет на ногах и как чего блин неожиданно готов рано не рано немножко отойти надо отлично еще рано а чё встал странно хорошо очень даже удобно да рано а чё встал так а тут то у нас что по итогу на карте как это значит нет ну по сути там выход опять к пляжу по этому плавучему кладбищу надеюсь еще развалины какие-то немного другие кажется нет так обломки угу так нужно не забыть улучшить лягу когда будем на место благодати так как они что-то охранять здесь не могут же они просто ходить о это летучие мыши да здесь отсыпаются ну да они видимо ночью будут активно а там опять чаша с упадшим светом да осколок светосвета да опа чуть не улетели вниз крутяк вообще был бы там нет там все как бы провал и никакой земли там кажется нету так теперь понять как туда спуститься это можно найти да 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 не забываем неспешное прохождение хэштег дотошное изучаем весь мир и даже если нам прямо сейчас не сюда или есть какой-то способ попроще и попонятнее так будем изучать как мы это хотим изучать я видел спуск какой-то колонны упадшего а это что светится враг там волки это лесная пещера вот ползет ребят тут что за бусы такие тут еще и босс походу да узилище на грозовом холме посмотреть бля не хочется вот это сейчас не хочется изучать не заметил сразу а я вы чё прям на склоне что тихо плечи не убил так тут замок какой-то да грозовые врата стоп этому получается над ними что ну да а великан великан дальше был да великан вот тут был там еще волки хорошо этот воин опять из кайдена кажется здесь серьезно здесь изучать изучать ну да это воинская какой же как был на берегу в прошлый раз так хорошо получилось так сильную сильную урон не надо сильная атака делать не надо а слабый кстати даже немного выбивает отлично прыжок must have мороженое изюм окей тоже тут у нас придет индук сокровищами мы будем надеяться что не вы попали в предносную ловушку осторожно слева так слева никого не увидел вижу только вот вижу справа ну и тебя конечно что же вижу а по я даже не ожидал что ты услышишься это мероприятие наш перепрыгнули опять а еще красный такой был по итогу слева никого нет нет а великан упал он теперь будет стоять там нечто потрясающее является видениях впереди безопасность давайте открывать обыскать сундук сокровищами талисман со стрелой что дает снижает урон от попаданий отстрел увеличивает эффективную дальность луков повышает эффективную дальность луков подлежал охотнику на зверей талисман с изображением трех стрел попишут назад ну да тебе больше ничего не сделаешь так и теперь я наверное хочу все таки спуститься на берег этими каменными блять гусеницами вообще тут и не хочется дело иметь можно теперь изучить то что здесь сверху находится да на чем стоял получается на чем стоял великан так 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 аккуратно в случае не ударить их так хорошо еще вот этих волков тихо 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 там еще бы сейчас упали ну да 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 есть мы сможем аккуратно отсюда а потом нам нужно будет убежать правильно предмет является видение хоть здесь много лута ну это обломки они прям сюда что сейчас придут да быть того не может не придете же вы сюда не врите блять а это череп того стоит а вот этот стоит того я просто не понимаю мы потом сможем подняться пора жители окрая как тихо 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 ну да с потоком тут вообще нужно быть аккуратным может плохо кончится так ну сверху мы еще не были и нам не надо имею ввиду сверху вот тут справа ну да мы получается тут через перевал прошли и вышли и вышли и вышли все верно так волки нас сейчас тоже не интересует давайте спустимся к берегу тут можно метку какую то оставить нет метку оставлять даже нет смысла потому что узилище у нас зафиксировалось на карте ебать а почему у него уже здоровье нету не надо есть смысл с этим воевать не на урон наносится ебать наносится но по-моему вообще он того не стоит понял 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 это того не стоит но хочется все таки да не нам не хочется но не хочется не сейчас не такой он вот наверно можно встать за мага и вообще да спамить его крестить ноги опа аккуратно развернуться бы он обходит не кажется сейчас габалы попахивает так два сосуда с багровыми слезами нам хватит давайте оббегать и вон туда к спуску вот до спуску нет аккуратно еще немного вот опа так стоп я что-то не понял мы кстати не можем открыть карту потому что до сих пор считается что мы мы воюем с ним отлично получилось так это храм или а это а это не спуск берегу да получается просто озеро а рядом с храмом то а ребят че сделают пузыри герой впереди либо обильный человек почему почему и бина в рябину собирали а мы вам помешали да но бывает вебильный человек это не имеет ввиду что он не будет атаковать нас кстати еще одна пещера правильно давайте спешимся осторожная дыра по какую дыру говоришь да нет это же место благодать таком бы под скалой потраченная благодать определенно заговорить истинная смерть возвращению к древу эрт наберись терпение однажды ты услышишь зов корней реплика повторяется очень много смертей очень много осторожно зловещее создание впереди атаковать засады ага вижу этих гадов он один понял хорошо хорошо нормально пришло нормально давайте подождем пока кровотечение от кровотечения жена на на не достал представляешь но не достал но немного же и не достал мало из корня и все скелет скелет сейчас не помешает хорошо какой скелет он скелете речь крапнице не открывается хорошо давайте дальше пойдем какая вместо благодати здесь же было да 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 я забыл хотя случайно не тот данжен который получается открывался гельный ландыш который открывался у нас сразу после выхода с первой заперти неким устройством первой локации получается ну как на лифте поднялись бля вас есть много тут бумаги какую-нибудь да вот опять а ну вот опять он опять перепрыгивает а как через структуру можно узнать ух ты я вот наконец получился так что тут впереди секрет так что жестикулирование не поможет серьезную тут что то есть там 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 так могильная фиалка тут нанька тут нанька здесь нет давайте углубляться как нужно быть аккуратными огонь ага бля я думал назови уже надо бежать типа вверх впереди жук вверх впереди жук а с 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 помешает первая так она наверх это что-то прыгнуть упрыгнуть она просто можно выключить на какое-то время хорошо она всегда всегда будет она именно с нами поднималась так говорящий глава это что это как откуда уродливая глава вылеплены из глина признать слово привет печально артефакту и коллекции звуки речи тех чьи уста давно болты лоу он реально будет хлоп и все остается да интересно зачем таково он справа до контрольная . и вот этот еще понял у меня получится их по одному загорить так а мне он получается нужно убрать окей нет вот так по одному по одному и проблем не будет а там еще понял и там уже последний остался да 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 то почему почему-то удар не прошел то такое и чем мы там взяли опять не по дал конец фильтра типа последнее что мы забрали для еще бабочку мы взяли серьезно да к сожалению я не могу на помощь посмотреть как вы но кажется это реально было просто клеющая бабочка то есть настолько неинтересно здесь да хорошо давайте смотреть и сверху мне чуть кажется очень близко потому что к старту мне кажется тот самый данжи отлично и вдвое только здесь был до процедан осторожно справа блять у нас больше здоровья нет и пошли сюда пошли пошли да он получается начинает прибегать когда когда ему не хватает станет для атаки так а справа кто ах ты гад аккуратно брата не торопимся супер потому что он там ваншот нет у них достаточно сильная так никого нету сверху нету нет 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 передел же пусть у меня навык о чем бы прах странствующих вельмож только ради этого правильно какой навык идешь окно все получается мы сюда ходили только лишь для вот этого высоко докажет а вот сюда можно спрыгнуть да да и чуть можно сделать это активировать как же хорошо я быстро среагировал и догадался с разбегу это сделать блять я его не видел вообще так и чё рычаг нам даст где-то открылась тяжелая дверь как на я помню где она открылась то есть не только ради этого ради призыва мы сюда ходили тут клин а вместо благодати нет тут босс правильно ну да правильно здесь босс давайте на этом закончим серию уже следующий стартанем с нового басяцкого в этой серии мы расправились с одним то есть повоевать великана мне особо у нас получилось я думаю в целом вышло очень даже неплохо перечи скажешь нет все то же самое повторяется отдыхаемое место благодати и так ну давайте начнем сделаем и вот так вот с вами закончим эту серию по игре элден ринг большое спасибо за просмотр бездельники подписывайтесь на канал если еще вы почему-то это не сделали ставьте лайки и оставляйте комментарии помогайте молодому каналу выбиться в топы и попасть в рекомендации на ютюбе еще раз всем большое спасибо и с вами был бездельник пока